Продолжаем играть с вами в Oblivion Lost Remake. Вроде вам нравится, да и мне тоже. Значит, со здания по проводам нужно проникнуть в квартиру учёного, который здесь когда-то жил. Кстати, по-моему, искали с этого. А где там провода? Собственно говоря, точно с этого? Да как будто бы других изданий нет. Просто я помню, там есть провода какие-то между квартирами. А тут? Ну да, вот видно провода. Кто у нас здесь? Свобода нейтрал. Да, действительно, они соврали. Как они и говорили, они расширяются. Правда, он сюда всего двух человек отправил. Как-то не солидно. Крыша. Кстати, здесь есть вроде какие-то? Не, этот провод идёт к опоре. А у нас же вот тут прям конкретно от хаты провода идут. Причём в эту квартиру. Кстати, я даже не знал, что здесь есть квартира, в которую можно залезть. Обычно все квартиры где-то в той стороне. Ха. Нормально. Особых проблем нет. Какие крепкие провода? Что у нас здесь? Во-первых, куча хлама прям. Какой-то хламовщик он был. Либо он, в общем-то, решил так. Захламить квартиру, чтобы сложно было залезть. Лайк вот это вот всё повыкидываем. Потому что мне это мешает. Застрял коробку. Ну ладно. Главное, что она мне не мешает. Куча компов, кстати, смотри. Системных блоков. А, стоп. Так, может тут специально стояли коробки, чтобы я пролез? Ну вроде и без них пролезаю. Отлично. Прототип номер 2 найден. А профессор уже прям знает. Образить все оружие необходимый учёным 2 из 2. Всё-таки надо было сначала первый забрать. Подозреваю, что он, кстати, в Х-18. В квартире можно маленько полазить? Ну да, тут фонарик почему-то лежит. И аптечка с едой. По мелочкам всегда. Это что такое? Детектор аномалий. Такой у нас есть. А, так он набухался и помер. О, у вас тут двое было. И трое. Нормально. Втроём кто-то в Ване помер. Не факт, конечно, что среди них профессор. Но так вот. Вот ещё скелеты. Много тут скелетов что-то. Я так посмотрю. Всё, что мне нужно было, я забрал. Значит, можно отсюда уходить. Ещё бы выйти отсюда. Обратно так же по проводам. Забылась у человека мечта. Полетел. Кстати, можно откидывать. И притягивать обратно. Высоко кидаешь. Наводишь. Так же. Зажим с зажатой кнопкой. И иногда получается его к себе притянуть. Ну всё. Получается, сейчас нужно идти в сторону. Тёмная долина. Для этого завод Росток прыгаем. И уже оттуда бежим, куда нужно. Имя Гришка Сопля. Какое-то оскорбительное имя, как мне кажется. Вот мы с вами. И в лаборатории. Проклятой лаборатории, которая съела прибор номер 6. О, кстати. Это случайно не этот калаш нужен в поезду? Мне кажется, что это он. Прибор номер 6 исчез навсегда. Кстати, интересно, а сейчас тоже фонарь треснет или нет? Если честно, я уже забыл код. Но в любом случае, нам надо с вами поговорить со старейшиной. Да и подожди, тут вроде бы не было. В лаборатории конкретно военных. Или были? Это было так давно, что я уже забыл. Но трупов стало намного больше, чем было изначально. Это факт. О, как вспоминаю, как я здесь часами носился. Ну, два часа я здесь провел, да. В поисках. И так ничего и не нашел. Вообще, мне Сахаров говорил код от двери. Просто надо диалог с ним найти. А, подожди, так старейшина не тут. Он же перешел. Точно. А чего это я? Я на автомате сюда пошел. А его тут и нет. Он, наверное, там, где я расчищал проход. И прогонял сталкера Дениса. Который в итоге пошел и помер от кровососов. Вот. Да, он действительно тут. Здорово, старейшина. Что-то он с таким же дробовиком теперь стоит. Только где ты его взял? Если ты мне отдал свой. Создали уже, но вы чертежи-то есть. Ммм, мне нужно кое-что. А что именно? Ну, гравитационный артефакт. Он есть у нас. Мы можем отдать тебе. Ох, ну не просто так. Чего ты хочешь? Нужен артефакт. Сильный, гравитационный. Принесешь, поговорим. Насчет гравитационного арта. Есть. Хорошо. Давай сюда. Забирай. Мне нужно кое-что. Ты. И что же? Гравитационный дробовик. Думаю, только вы сможете изготовить его. Так у нас же у меня есть. Да. Хорошо. Нужен артефакт. Сильный, гравитационный. Принесешь, поговорим. Запарываться тут, конечно, не стали. Есть артефакт. Для дробовика? Хорошо. Давай сюда. Набирай свой дробовик. И вали. А что он такой злой-то? Я же с ним нормально разошелся. Я ему помогал. Мы с ним друзья. А ну-ка, вот есть ли ему продать? Ну так вот. Условно. Нет. Не выкинете свой дробовик. Не, он тут не появится. Ну ладно. Проверить хотел. То, что нам нужно было получить от старейшины, мы получили. Теперь надо проникнуть в ту закрытую комнату. Где находится еще один элемент пси-оружия. И в общем-то, во многом мы будем уже готовы вернуться к Сахарову. Военные точно не лутаны. То есть они здесь появились уже после. И были замочены, мягко выражаясь. Так, какой же код? Сорок шесть семьдесят восемь. Кто здесь? Ух ты. Живучий ты однако, парень. Но и это еще не все, да? Да, у меня все еще кидаются. Приблудами. А это значит, что еще как минимум полтора. Так, антирады. Забираем. Аптечка. Может тут прибор номер шесть? Ну нет, вряд ли. Это прям уже очень вряд ли. Во-первых, труп ученого. Труп ученого. Прототип номер один как раз. И научный комбез. У ученого только дезерты был. Прототип подобрал. Отличный прототип найден. Ну и костюмчик подобрать из интереса. Он новый. То есть его можно будет продать в случае чего. Камеру, наверное, зря ломаю. Но все же. Все подобрал. Пронести прототипы профессору. Но опять же, это уже потом. Погнали отсюда. Пока мы ужим. А то тут что-то уже стремновато становится. А что, дверь закрыта? Ну мы ее в любом случае должны закрыть. Чтобы оттуда никакая гадина не пришла. Уходим? Опа-на. Так-так, кто тут у нас? Давай сюда. Медленно. Меня глушили и закрыли в тюрьме какой-то импровизированный. Фонарик даже нет. Е-мое. Но зато гравиарты и все оружие оставили. Опа. Ты спи, спи, дядя. Или его можно замочить. Они хотели, чтобы я на потехе публику сразился с зомбиком. Хотя какой публики-то? Публики-то никакой нет. Так, без фонаря сложно будет что-либо найти. Если оно тут и есть. Поэтому остается долбиться в дверь. Выпустите. Нож хотя бы оставили. Что странно. Чё, стул какой-то огромный. Остается только ожидать своей участи. Пилот военно. Седьмой, как слышно? Начинаю высадку. Профессор сказал об этом районе. Поклали всех. Я под шумок выхожу. Пес-то добрый. А вот и все, мое добро. Хорошо, что оставили. Только я почему-то перегружен стал. А потому что артов нет. Ну иди шурь отсюда! Я все кнопки напутал. Иди отсюда. Бестящая собака. Подожди, так военные мне тоже враги. А он сказал мне, профессор сказал. Уходи отсюда. Я остаюсь на позиции. Так я не хочу с вами воевать. Подождите, вы меня пришли спасти или как? Ну получается, что мне их всех класть. Он ракетами будет шмалять. Вы что, издеваетесь? А он мне еще и дамажит сквозь все. Поразительная история. Военные просто развалины в щи. Еще двое. Нет, с вертолетом круто придумано. Только мне абсолютно нечего ему противопоставить. Если бы знал, купил гранатомет. Но так его уже и в продаже не было. У тех же свободовцев. Может он один залп только дал? Не-не, я слышу, он возвращается. Закрывай нафиг дверь. Обратный рычаг дернуть нельзя. Сержант помер. Однако ж тут еще есть военные? Да сколько вас? Обыскивать их, наверное, большого прям смысла нет. Чего? Какой нахрен БТР? Вот это я вообще не ожидал. А тут еще кто-то жив, да? У меня гранатки есть вроде бы. Ф1. Ой-ой, едет. Приехал. Придется гранаты ему кидать. Ага. Лови, отвальную. Плохо кинул. Лови. Ой. Да что ты будешь делать? Как его кинуть? Да что ты постоянно во все ударяешь-то? Не, я его не понимаю. Все мимо, все мимо. А, он... Ладно, он стал, он переехал, прикинь. Видимо, он специально отъехал, чтобы мне помочь. Дай. Я не пойму, а почему профессора послал сюда спецназ? Они же сказали что-то про профессора, правильно? На этот раз машина не отъехала. О, кстати, он сейчас в меня не видит, как бы. При этом ему хорошо. Дымится, дымится уже. Ну, а ты что-то прям плохо прилетела. Хотя все равно сильнее задымился. О-хо-хо, вот это он разлетелся. Так, ну хорошо, нормально. Живем самое главное. Ё-моё, они еще и тут сидят теперь, как. Саранча какая-то. За три километра ушел, стреляет меня. Не, братишка, давай пока. Я просто пойду своей дорогой. Где вообще, понять бы. Расселись и ждут, пока я к ним приду. Ага. Ждите. Так, я вообще далеко. Мне бы на свалку, но не через этот переход. А который повыше. Но это мне в ту сторону как раз и бежать. Просто втопили. Пойдем попробуем сдать калаш, наконец. Если это тот самый. И остальное продать, то что нам не нужно. Работа. А-ка, берусь. По поводу. Получай ЭКС. Еще что на примете? Магнит. Я вам, кстати, вроде уже приносил магнит. Ну да, вот же он. Если я у тебя куплю магнит за 1000, ты мне дашь его за 800? Да. Теперь дезинтегратор. Просто знаете, почему я это смотрю? Если прокликать квесты, вот в оригинальном ТЧ, по крайней мере, то за последний квест жирнющие награды всегда. Например, за серию артефактов бармен дает комбез туриста. А, нет, это Сидрич дает комбез туриста. А бармен дает вроде бы Севу. То есть вот такие вот моменты интересные. Костюмчик, кстати, можно продать. Калаши. Этот тоже забирай. Хотя у него, наверное, в будущем еще будет квест на такой калаш, но уж ладно. Ну а так, в принципе, ничего особо интересного. А, починиться, конечно, куда это я? Рад тебя видеть. А тут магнит, но следующее, что он просит дезинтегратор, который у меня всего один. Я бы не хотел его отдавать. Вот в чем проблема. Я бегу, и у меня выносливость восстанавливается. Вот это да. Кстати говоря, тут эта женщина в подвале, которую я в прошлой серии видел. Это персонаж из как раз-таки одной из первой, или даже самой первой версии Обливиум Лост. Опять же, кто в теме давно, тот знает, что Сталкер изначально планировался вообще не как Сталкер. Кому интересно, опять же, можете погуглить. Билды Сталкер. А, наверное, лучше билды Обливиум Лост. Потому что именно так изначально и должен был называться Сталкер. Так что Обливиум Лост это как бы не название модификации. Ну, хотя по факту оно название. Но так изначально назывался тот Сталкер, который мы знаем сейчас. О, подожди, я что это там. Вот как можно было арт достать. Могу просто взять, могу. Что это такое? Да, сатир, ртутный шар. Ни много, ни мало. Да, я в тот раз пытался тут все вот так делал, делал. Думал, как же открыть? Что отодвинуть? И почему ты не додумался просто притянуть? Ну, потому что про притягивание артов я додумался только там. Как раз таки. Я кое-что принес? А что я принес, артефакты? Нет, не отдам. Здравствуйте, профессор. Я добыл то, что вы просили. Здравствуйте, мессор. Давайте их сюда. Сейчас посмотрим, что мы можем с этим сделать. Ну, что скажете, профессор? Довольно интересные образцы. Однако, к сожалению, данные, находящиеся здесь, нуждаются в расшифровке. К тому же, необходимо произвести замеры псиполей. Замеры псиполей? Ну, я не умею делать никаких замеров. От вас требуется только обеспечить безопасность нашего сотрудника, который будет делать замеры. Напротив нашей базы находится стоянка машин. Пойдете ко входу на стоянку и сразу заметите его. Он выдвинется со стороны, севший на миль баржи. Уже выдвигаюсь. Ой, ну пойдем, наверное. Что еще делать? Ну, этот гранатомет я хочу купить все-таки. Он мне нравится. А давай вот просто действительно это будем делать. Ну, кто бы из вас вот в прохождении купил бы гранатомет? Я сомневаюсь, что кто-то бы это сделал. А я возьму и сделаю. Единственное, что меня прям жутко напрягает, то, что в одну ячейку сразу там два заряда нельзя ставить. Да, не хотел его покупать из-за того, что у меня есть подствольник на грозе, но... Попробую, сделаем. Почему бы нет? Когда я в следующий раз поиграю в Облимин Лост? Когда выйдет версия 3.0? Надеюсь, что она выйдет не очень скоро, а то получается, что я как бы поиграл. А тут опа новая версия. Так, это со стороны баржи. Там по БТР едет нафиг. Какая баржа? Это ученый едет? Нормально. Нет, смотри, даже в билдах использовалось. Или это он? Даже в билдах использовалось то, что машины едут. Почему она рулит? Смотри. То есть у нее есть какой-то искусственный интеллект минимальный. Почему же в билдах это не используется? Прикиньте, какие можно было... Вот моду на войну группировок, например, мусить. Чтобы БТР ходил, ездил, объезжал препятствия, стрелял, пулял. Это было вообще круто. Что-то он стесняется, не подходит. БТР как стал, так стоит. Кстати, FPS вообще страдают почему-то в этой стране. Вот в это все идеально, прям гладенько. А в это прям страдает. Ну это ладно. Это вы должны произвести замеры пси-поля. Да, все верно. План таков. Выдвигаемся в сторону башни, что находится в районе деревни. А после идем по левой стороне стоянки машин. Ясно? Да пожалуйста, кто доходишь туда и пошли. Я тебя прикрою. Сделать замер поля номер два. Не переживай, ты в полной безопасности. Я тебя защищаю. Опа, ученого хлопнули. И что делать? С одного залпа, с дробовика, с такой дистанции он его убил. Нормально. Ну и что-то завис. Ну, что расскажешь? Что-то завис. А, во, нормально активировался. Чего, кого? Кто тебя не дает покоя? Слушаю тебя. Ну забагался, дурачок. Все ему не нравится, где-то ему враги мерещатся и так далее. Ну все, вроде как мы пришли. Привезти ученого в лагерь. Надо прям довезти его. Давай, братуха, не переживай. Кстати, какие-то сталкера пришли, видимо. В очередь на задание. Все, поговорить с профессором. А в оконцовке с ним можно о чем-то? Нет. Он устал, видишь, отдыхает, сел, сидит. Все получилось, профессор. Замеры сделаны. Да, и получили результаты. Что же дальше? Картина проясняется. Действительно, под центральным комплексом находится некая лаборатория. И нечто в ней создает пси-барьер. По результатам исследований я определил, что до этой пси-установки нужно добраться и отключить ее. Но дело в том, что все входы заблокированы пси-полем. Однако на основе принесенных вами приборов я сконструировал пси-блокатор, который поможет вам проникнуть в один из входов лаборатории. Итак, мы предлагаем отключить эту установку. Именно. Держите блокиратор излучения. Вход находится в большом ангаре погрузки, возле разрушенного давления моста. Однако точных координат комнаты управления нет, и вам придется искать ее самому. Я постараюсь. Получается, нужно идти вниз. Кстати, заряды так дешево стоят. А это реально разрушительная тема. Аптечек даже что-то у меня много, но я бы их не стал продавать за 15 рублей, блин. С тобой ничего нового? Да вроде нет. Актрис вообще есть. Соединение невозможно. Да ладно, выброс. Красиво, да? Слишком оранжево может, но симпатично. По-моему, обзор какой-то слишком большой, вам не кажется? Угол обзора, ну да, больше 83. Да, наверное, вот так вот поставим. Чуть ниже 83. 80 или 81. Ну как будто поадекватнее стало, не? Или считать все равно много. Говорят, какой-то у Зябликова появился диалог. У меня для тебя плохие новости. Что? О чем ты? Я нашел твоего брата. Он мертв. Находится в лаборатории под темной долиной. Мессер, оставь меня. Спасибо тебе. Понял. Понял. Спасибо за помощь, мне нужно побыть одному. Так, я куда-то пойдешь. Кстати, интересно очень. Тут ничего. Да, к сожалению, брат Зябликова помер. Мужик. Ты что делаешь? Он сгореть захотел? Что болт кинул? Мне раньше, конечно, побольше было искусственного интеллекта. Сейчас же болты никто не кидает. В рельсных толкачах. На пролом идут напрямик. Ну и что, ты завис что ли? Не, отвис. Погорел маленько и отвис. Ну е-мое. Только не умри, я тебя прошу. Ладно. Давайте тогда оставим в покое нашего товарища. Ты куда? А ну-ка прокати. Эх, почти запрыгнул. Да смотри, не дают запрыгнуть. А я еще и урон получил. Неплохо. Да смотри, не дали покататься, короче. Все, он встал, тут будет стоять. Ну ладно. Нам то что? Нам нужно идти в лабораторию. И попутно где-то тут артефактик забрать. А ведь был. Вот он. Ржавые волосы? Да ладно. Наконец-то я их нашел. Но только в единственном экземпляре? Или тут еще что-то было? Ржавые волосы в одном экземпляре это очень мало. Элементарный артефакт органической природы. Пучок жестких волокон для шайника. Грязно-ржавого цвета. Полезных свойств не имеет объект продажи. А, вот так вот. То есть он даже в варке не используется, походу. Печально, если это так. У нас есть комплекс там. Есть комплекс тут. Тут уже какие-то фантомы летают. Куда именно пройти? Я не совсем понимаю. Ну, будем начинать отсюда. О, да ладно. Кто это там так бочки выкинул? У кого-то проблемы с нервишками? Я, конечно, сразу вниз ссуваться не буду. Давайте таки осмотрим. Все вокруг. Может быть тут что-то интересное есть? Тайники, подарки, сюрпризы. Разработчик этого мода достаточно. Тут всякого разложил. Тем более на таких высоких локациях уже может что-то и пожирнее попадаться, как мне кажется. Но что-то нет, кстати. Вот, пожалуйста, артефакт. Ртутный шар. Ну и сам домишко обыскать можно. Смотрю, что тут много именно химических каких-то аномалий. То есть, возможно, химикаты они тут разливали какие-то. Опа. Больно, конечно. А в комнату мне можно пройти? Даже без урона можно. Правда, делают тут абсолютно нечего. Ух ты. Вот это больно, кстати, было. Прям сильно. Армор просел. Идем дальше осматривать хатку. Везде печами топились. Центрального отопления нет. Ну ладно, тут ничего не будет, что ли. Видно периодически какое-то научное оборудование. Стол какой-то. Видите, там крутилки, экранчики. Но по факту тухло. В комнатушку пропрыгнул. Абсолютно ничего. Разочарован маленько. Кстати, вон что-то вижу. Радиоактивный обломок и радиоактивный болт. Как я их сразу не заметил, без понятия. Но самое главное, домик обыскали. Ангар обыскали. Ты что от меня хочешь? А, ты хочешь, чтобы я на тебе диггал испытал. Я, конечно, его уже испытывал. Но могу еще раз, если тебе очень хочется. Ух ты, нормально. И ты хочешь? А у тебя головы нет. Ну давай в пузо тебе будем стрелять. Три патрона хватило. Не, все-таки у пистолета ощущается урон. Он фактически есть. А вот это было случайно. Я не хотел так падать. Нормально, пистолет долбит. Конечно, я не хотел так падать. Но, судя по всему, именно сюда и надо. Лестница ведет в самый низ. БТР, блин, перевернули. Ну и видим ученых, между прочим. Ветеран, эколог со своим оборудованием каким-то. Так, что тут ПДА есть. А в том ПДА секретно. Руководителю проекта Псибарьер, профессору Чубко ВМ. От руководителя лаборатории ИК-16, КТН, Переходь КПС. Отчет об испытаниях блока ЗХ-16 на запредельных режимах. Испытания проводились в условиях принудительного занижения в два раза аварийного барьера отключения из-за теплового перегрева. Установка ЗХ-16 включалась в обычном режиме псиполя защиты периметра. Проведенные испытания показали появление неуправляемых пикообразных всплесков псиизлучения и наведенных полей через 5-6 минут непрерывной работы. Сила псиполя достигла значений на 50-60% превышающих расчетные параметры установки. В абсолютных значениях величины 170-190 Пси-А. Полученные значения не объясняются теорией Касьянова о наведенных псиполях, поскольку предполагался результат понижения псиполя в момент перегрева излучателя. Ох, ебать. Вот это тут текст, кстати. Но можно прочитать и на этом, в принципе, закончить. Часть сотрудников считает, что повышение температуры излучателя вследствие перегрева ведет к усилению параметров нейронной активности биомассы псевдомозга Я1М. И мозг становится неким ретранслятором пси-излучения, а не только источником пси-волны накачки излучателя. Но данные утверждения требуют серьезной экспериментальной проверки, на которую у коллектива не хватает средств. Другие утверждают, что у них после экспериментов едет крыша, и они вообще мало что соображают. Это единственная проблема. С частью сотрудников придется в скором времени расстаться. Биоматериалы, подвергнутые воздействию псиполей, во время эксперимента, к сожалению, пришли в негодность по причине необратимых изменений в деятельности мозга и центральной нервной системы. Данные к компьютерной томографии и энцефалограммы прилагаются в отдельном отчете. Несмотря на неожиданные и непрогнозируемые результаты эксперимента на установке ZX16, в целом они очень интересны, поскольку дают право утверждать, что использование пси-излучателя совместно с псевдомозгом Я1М может дать, в конечном счете, более надежный результат работы системы пси-барьер, нежели аналогичные результаты наших конкурентов из лаборатории X19. 12.12.2007 Приходь КПС Постскриптум Для продолжения исследований нам необходима новая партия биоматериалов в количестве 10 особей животных и 10 особей человека из колонии 1296 БИС. Прошу также прислать дополнительную охрану, поскольку удерживать заключенных после пси-воздействия становится проблематичным. После последнего эксперимента части из них удалось сбежать. Во время преследования охране удалось ликвидировать часть из них. Остальных загнали в зону с высокой радиацией и преследование прекратили. Руководителю лаборатории X16 Приходь КПС Павел Степанович По-моему, после экспериментов с головой не в порядке не только участие сотрудников, но и у вас лично. Экспериментатор хренов. Кто давал разрешение на прогонку комплекса мозг-излучатель в нерасчетных условиях? Ваш дедушка не работал часом на 4-м блоке ЧАЭС в 1986-м. Но если в 1986-м персонал попал под импульс русского дятла там хоть какое-то объяснение глупым экспериментом есть, то вашему поведению объяснение не нахожу. В инструкции черно-по-белому написано строго запрещено повышать мощность ПСИ-излучателя выше 120 ПСИ-А. Вы что, про это забыли? Черт подери. В результате вы потеряли контроль над биоматериалом и более того, дали ему сбежать. Вы понимаете, с каким трудом мне удается добывать заключенных для экспериментов? Вы понимаете, чем чревато, если кто-нибудь пронюхает о наших экспериментах? Надеюсь, что понимаете. Поэтому прошу на будущее не делать ничего подобного без уведомления меня лично. Я понимаю желание молодого ученого обогнать своих конкурентов, но не теряйте головы. Кстати, о конкурентах. Лаборатория ИС-19 на своей установке вчера получили устойчивую работу ПСИ-излучателя всего с двумя отключениями на охлаждение в сутки. С 8.30 до 9.45 утром и с 20.12 до 21.00 вечером. Поэтому в сравнении с вашим режимом 5 минут работаем, 3 минуты отдыхаем явно не в пользу установки вашей лаборатории. ПСИ-барьер должен работать надежно и без всяких дыр во времени. Впрочем, не хочу вас расстраивать. Я тоже считаю, что комплекс ПСИ-домозг-пси-излучатель более прогрессивен, интеллектуален. И за ним будущее. Но защитный барьер нужен уже сейчас. Так что на первых порах вероятнее всего использование полностью техногенного варианта ваших коллег из X-19. Да, он работает как кувалда. Баха и мозгов нет. Зато, как говорится, без шума и пыли, дешево и сердито. Шучу. Передавайте мои поздравления коллективу лаборатории с наступающим Новым Годом и Рождеством. ПРОФ ЧУБКО ВМ 20-го, 12-го, 27-го. ПС, о поставках биоматериалов Егор Сундук, Яшкова и Жор. Да нет, никого из них тут нет. Я подумал, может, тут будет глава лаборатории этой. Ну вот на этом и можно уже заканчивать. Всем спасибо. Следующая серия Лаборатория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова